Школьная информационная программа В наших передачах вы узнаете много интересного. Героями наших выпусков будут ученики и учителя. Мы хотим, чтобы каждый человек был в курсе всех школьных дел. Причем не только зрителям, но и активным ее участникам. Серьезные и скучные новости не для нас. Мы хотим делать интересные и познавательные сюжеты. В ближайшее время вас ждет взрыв радости, позитива и хорошего настроения. Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Смотрите в этом выпуске. Школьники Кумертау побывали на республиканской новогодней елке. Ежегодно во всех школах подводят итоги уходящего года и чествуют лучших из лучших. Тест-драйв в Уральском федеральном. Ученики приняли участие в республиканской научно-практической конференции «21-е Валидовские чтения». Фабрика детских мультфильмов. 22 декабря празднование новогодней елки главы республики прошло в концертном зале Башкортостан. Самые умные, талантливые и успешные ребята приехали в Уфу на новогодний праздник. Из нашего города было отправлено 10 счастливчиков. С одной из участниц, ученицы 6 класса, летярины Кристиной, встретился наш корреспондент. Кристина, ты первый раз на президентской елке? Да. За какие заслуги тебя туда отправили? С первого класса я принимаю активное участие в городских и общешкольных мероприятиях. Уже как 4 года я являюсь членом сборной команды КВН «Пятки». 12 декабря я посетила город Ишимбай и приняла участие в научно-практической работе «Валидовские чтения», где я заняла праздовое место. Что больше всего тебе понравилось? 22 декабря 2016 года в государственном концертном зале в Башкортостан состоялась президентская елка. Около елки нас встречал главный новогодний волшебник – Дед Мороз и Снегурочкой. Мы были в карнавальных и праздничных нарядах, водили хороводы, вокруг елки, рассказывали стихи, пели песни и танцевали. На главном представлении нас ожидало на новой сцене концертного зала. Здесь всех ждали яркие декорации, шикарные костюмы, световые шоу, фокусы и розыгрыши. А еще всем нам был вручен подарок – диплом «Сладости и книги» от имени президента Башкортостана. Школьников поздравил с наступающим Новым годом заместитель премьер-министра правительства республики Слават Сагитов. Хотелось ли тебе еще раз отправиться туда? Конечно, мне очень понравилось. Я нашла там очень много новых друзей. И там было очень интересно и красиво. Большое спасибо! 30 декабря в школе состоялись мероприятия, посвященные честному лучшим из лучших учеников. Подробности в нашем сюжете. Добрый день, уважаемые учителя и учащиеся в школе! Мы рады приветствовать вас на нашей традиционной церемонии честного непобедителя олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований. В каждой школе есть традиции. Наша задача – поддерживать их и придумывать новые. Праздник «Путь к Олимпу» стал уже традиционным. Это своеобразное подведение итогов работы. В школе есть чем гордиться и что показывать. Победители и призеры олимпиад, активные участники творческих конкурсов, спортивных соревнований, Их наставники – учителя. Все они были в центре внимания. Кто-то из приглашенных был на праздники впервые, а некоторые ребята – уже шестикратные и даже семикратные звезды. Каждый год, начиная с пятого класса, они получают дипломы и места, повышая свой образовательный и творческий уровень. Имя башкирского политического деятеля, ученого с мировым именем Ахмедзаки Валиди, многие годы было под запретом на родине. Сейчас Заки Валиди известен нам как историк-краевед, педагог и член 4-й Государственной Думы. В его честь в башкирской гимназии-интернате номер 2 в городе Ишимбая ежегодно проводится республиканская научно-практическая конференция «Валидовские чтения». В этом году учащиеся в городе Кумертау стали активными участниками мероприятий. Мы передаем слово нашим коллегам. Башкорд халқы истин мағанахында бақытли халық. Куп мехнадтар, куп ауырлықты көрхәлә, бүден яқларға халқы истин яның ғымырын берген Арахақал, Батырша, Заки Валиди көліп, ардақлы шахстар болуымынан бақытли. 14 декабрда Ишимбай қалаханда орулашқан 2-нси башкорд гимназий интернатында 21-нси Валиди ұқудары өтті. Бұл фәнниғамәлі конференциялар барлыға Егірмес район, қаланан елді Егірмес ұқысы қатнышты. Бәдің 5-нси мәктәптен 6-нси клас ұқысы Кристина Литярині, 9-нси кластан Айтуған Фазлаев ұдарының үділені үштәрі менен түрлі секцияларға сұғыш еханып. Жури ақзалары менен ұқысылар үштәрі ұғары бағыланып, Кристина үсінсі дәрәжәлі диплом менен ә Айтуған Республиканың Мағаревті Ұстіріп институты пачыты ғрамыты менен бұл әкләнді. Валиди ұқудары секторінді Республиканың үшті еліғына арналып, ойын дау үштырылды. Бұнда Диана Солтанова, Дейфат Байгелдин, Алина Меглебаевы, ұқытыусылары Абдулина Зайтіуна Сәмиғулақ ғады ярдамында әдірләніп, финалға сұқты. Әмбашқұрсан Республиканың Мағаревті үттіріп институты пачыты ғрамыты менен білдәлінді. Сәкізілмейді сүрғышкен үш quatre екеткінгліп көршқаң осады ермейді. Кәмінің үдік нηетін деүш, бігіз к Festival pareceretsен 것을 білеміндір. Сәкізілмейді сәкізілмейді таңпамырақ вчерділо сұқықпис 낭аймын бұл чемередін, Бұн тағын нақаны blockchain, сәкізілмейді полен оқ үшк іді сәкізілмейді. Документарь Хельмошенна. Болож-те, а витамины храни и такси, мы влатом спернаем, а не я вламенте. Подробности в нашем следующем сюжете. Пятый тест-драйв собрал 79 команд из 44 населенных пунктов России и ближнего зарубежья. Документарь Хельмошенна. И какие бывают структуры власти. Экономистов и управленцев ждала полезная информация на тему экономической безопасности, о лучшем городе Земли и развитии международного бизнеса. Участники направления инженерной науки узнали об устойчивом развитии жилой среды, наноматериалах, как работать с электронным микроскопом, на примере работы с металлическими материалами и как создавать роботов. Вот и закончился очередной очный этап акции тест-драйв в Уральском федеральном. Два дня в стенах крупнейшего университета пролетели незаметно. И все это благодаря насыщенной программе и прекрасной организации мероприятий. Мы рады приветствовать участников пятого тест-драйва, которые буквально вчера вернулись из Екатеринбурга. Гульнас, расскажите ли зрителям о проекте тест-драйв в Уральском федеральном. Как вы узнали о нем? В прошлом году учащиеся в нашей школе приняли участие в проекте тест-драйв. Они поделились с нами своими впечатлениями, мы заинтересовались и решили тоже попробовать. Для начала каждый из нас выбрал направление деятельности своей будущей профессии. Для того, чтобы попасть на тест-драйв, мы прошли заочный этап, в котором было прохождение тестирования и представление видеопрезентации. По итогам заочного тура нас пригласили принять участие в очном этапе, который проходил в Екатеринбурге на базе УРФУ. Настя вместе с Леной выбрали направление информатика и математика. Что же интересного вам предложил УРФУ? На самом деле УРФУ дал мне хорошую возможность прочувствовать всю атмосферу студенческой жизни. Даже форма подачи информации значительно отличается от школьных уроков. Также УРФУ помог мне определиться со своей будущей профессией и дал мне колоссальный опыт общения не только с преподавателями, но и со своими сверстниками. Мы узнали о конструировании технологий электронных систем, о безопасности в сети. На мой взгляд, самыми интересными лекциями показались о умных домах, о радиотехнике, о искусственном интеллекте. Мы также побывали на фабрике бережливого производства, где, на мое удивление, рабочими являются сами студенты, проходя практику. Кроме занятий, для вас была подготовлена и развлекательная программа. Можете поделиться своими впечатлениями? Первый день участия мы посетили музей универа. Там мы узнали об знаменитых выпускниках УРФУ. Мы познакомились с историей создания института. На заключение первого дня прошел спортивный праздник, на котором участники показали свои спортивные способности. Мы участвовали в больших гонках, а зарядку у нас проводил сам фитнес-тренер УРФУ. Также у нас была интересная экскурсия по Екатеринбургу. Несмотря на холода, она была очень увлекательная. Из этой экскурсии мы узнали историю семи Романовых и место их расстрела. Екатеринбург поразил меня своей архитектурой. Также мы посетили второе высокое здание Высоцкий, которое достигает длину около 186 метров. Затем мы погуляли по вечернему Екатеринбургу и заглянули на площадь 1905 года, на котором проходили рождественские гуляния. Также по окончанию всех лекций мы прошли тестирование по направлениям, по успешному окончанию которого каждый из нас может получить 3 балла при поступлении в УРФУ. После подведения итогов школьники из разных регионов России и стран ближнего зарубежья, принимающие участие в проекте тест-драйв в Уральском федеральном Екатеринбурге, выстроились в гигантскую букву У, как символ будущего, где все решают только знания и новые открытия. Всем привет! Мы рады приветствовать вас на «Фабрике мультфильмов». В этом учебном году в школе реализуется проект «Фабрика мультфильмов», посвященный одному из самых интересных, ярких, красочных видов киноискусства. Это мультипликация. В рамках проекта учащиеся создают мультфильмы, пробуют себя в роли режиссеров, сценаристов и операторов. Свой мультфильм ученицы 3-го В-класса Абдурахманова Анастасии и Фархидинова Юлия создали по мотивам знаменитой басни Ивана Андреевича Крылова «Ворона и лисица». Расскажите нам, пожалуйста, как же вам пришла такая идея заняться мультипликацией? Баска «Ворона и лисица» и Фархидинова «Ворона и лисица» очень интересна и поучительна. Причи так ее мы решили, что она идея подходит для наших мультипликаций. Яркий и ровный персонаж и сложный сюжет как раз то, что нужно для начинающих мультипликаторов. Мультфильмы создали в технике плоско-пластилиновой анимации. Работа с пластилином очень интересна. И гульки получаются яркими и подвижными. Создать раскадровку нам помогли наши одноклассники. Большое спасибо! Внимание на экран! Уж сколько раз твердили миру, что лезть в дну сна, вредна, но только все не впрок. И в сердце листец всегда отыщет уголок. В вороне где-то бог послал кусочек сыра. На ель барона сгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралось, да позадумалось. А сыр во рту держала. На ту беду лиса близехонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр. Лисицу сыр пенил. Плутовка к дереву на цыпечках подходит. Вертит хвостом. С вороны глаз не сводит. И говорит, так сладко, чуть дыша. Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывай, так право сказки. Какие перышки, какой носок. И верно, ангельский быть должен был носок. Спой, Светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой. И петь ты мастерица, ведь ты бы у нас была царь-птица. Вещунья нас похвал, вскружилась голова. От радости взобу дыхание сперла. И на приветливые лисицыны слова ворона карпнула во всю Воронье гору. Сыр выпал. С ним была плутовка такова. На сегодня это была последняя новость. Нам пора прощаться. Сегодня в эфире была Конова Влада. И Кончцев Иван. Мы говорим вам до новых встреч. Это были школьные новости. Желаем вам отличной учебы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова